Девушки отдыхают Это феноменально Может, он лезть хочет? Принесите, пожалуйста Профессор, на наших глазах происходит чудо А вы знаете, что такое обрывалка? Это... Глав рыба Только наоборот Глав рыба Оборвал, 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 оборвал Обр, 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 обр Доктор, дешатерный спирт Профессор, у него отвалился хвост Извините, профессор Но общее собрание жильцов нашего дома Просит вас добровольно Порядки трудовой дисциплины Отказаться от столовой Столовых нет ни у кого в Москве Даже у Асидора Дункан А также и смотровой Кстати, смотровой можешь соединить с кабинетом Вполне Правильно, товарищ? И где же я должен принимать пищу? В спальне В спальне Очень возможно, что Исидора Дункан Так и делает Может быть, она в кабинете обедает А в ванной режет кроликов Может быть Но я и не Исидора Дункан Я буду обедать в столовой А оперируйте в операционной Передайте это общему собранию А мне предоставьте возможность Принимать пищу там, где ее принимают Все нормальные люди А не в передней И не в детской Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия Мы подадим жалобу в высшей инстанции Одну минуточку Я вас прошу подождать Петр Александрович, пожалуйста Профессор Переброшенский Петр Александрович Очень рад, что вас застал Благодарю вас, здоров Петр Александрович Ваша операция отменяется Равно, как и все другие операции Я прекращаю работу в Москве И вообще в России Сейчас ко мне Вошли четверо Среди них одна женщина Переодетая мужчиной Двое мужчин Вооруженных револьверами И терроризировали меня Позвольте, профессор В таких условиях я не только не могу Но не имею права работать Поэтому я прекращаю свою деятельность Закрываю свою квартиру И уезжаю в Сочи Ключи могу передать Швонгеру Пусть он оперирует Но только одно условие Как угодно Что угодно Когда угодно Но чтобы это была такая бумажка При наличии которой ни Швонгер Никто, ни кто-либо другой Не мог даже подойти К двери моей квартиры Окончательная бумажка Фактическая Настоящая Броня Чтобы мое имя Даже не упоминалось Я для них умер Передайте трубку Швонгеру Будьте любезны Сейчас с вами буду говорить Да, я слушаю Председатель домкома Швонгер Так Так мы же действовали По правилам Так У профессора и так Исключительное положение Мы знаем об его работах Целых пять комнат Хотели оставить Пивная Еще парочку Пивная Еще парочку Пивная Еще парочку Москва швея Москва швея Пивная Еще парочку Буржуи Буржуи Не толкайся, подлец! Слезайся под ножки! Я тебе покажу твою мать! Перестань. Примус! Признание обереги! Москва-швея! 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 Примус! Я должен признать свою ошибку. Перемены гипофиза дают не омоложение, а полное очеловечивание. От этого ваше изумительное, потрясающее открытие не становится меньше. Я тебе покажу твою мать! Москва-швея! Москва-швея! Да-да, дорогой доктор, Москва-швея! Примус! Я вас прошу, Иван Армич, купить ему штаны и пиджак. Держите его! Держите его! Я тебя! Надевайте штаны! Сейчас! В очередь, сукины дети! В очередь! Дайте ему селедку! В очередь! Сейчас! Дай папиросочку! У тебя брюки по лосочку! Не плюй на пол! Отлезь, гнида! Если ты позволишь еще раз обругать меня или доктора, тебе влетит! Он понимает! Филипп Филиппович! Он понимает! С каждым днем в нем просыпается сознание! Профессор, шарик разовьется в чрезвычайно высокую психическую личность! Вы думаете? Филипп Филиппович! Может, достаточно? Эх, говори, Москва, разговаривай, Россия! Эх, яблочко, ты мое спелое! А вот барышня идет, кожа белая! Кожа белая, а шуба ценная! Если дашь чего, будешь целая! Эх, яблочко, да с голубикою! Подходи, буржуй, глазик выколю! Глазик выколю, другой останется! Чтоб видал говно, кому клалится! Филипп Филиппович, что с вами? Филипп Филиппович! Профессор? Несчастье-то какое-то! Пульс, пульс проверьте! Наштырный спирт! Откройте окна! Откройте окна! Он еще танцует? Танцует! Зина, скажи ему, что уже пять часов, чтобы прекратил! Да! И позови его сюда, пожалуйста! Я, кажется, два раза уже просил. Не спать на палатах в кухне, тем более днем. Воздух в кухне приятный. Что это за гадость? Я говорю о галстуке. Чем же гадость? Шикарный галстук. Дарья Петровна подарила. Дарья Петровна вам мерзость подарила. Вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Чего я хуже людей? Пойдите на Кузнецкий. Все в лаковых. Спанье на палатах отменяется. Понятно? Там женщины. Ну уж и женщины. Подумаешь. Бары никакие. Обыкновенная прислуга Афорсу, как у комиссаршей. Это все Зинка я отвечу. Не смейте Зину называть Зинкой. Понятно? Понятно, я спрашиваю. Понятно. Значит так. Сами верность. Называйте меня по имену отчеству. Да что вы все. То не плевать, то не кури, туда не ходи. Чисто как в трамвае. Чего вы мне жить не даете? И насчет папаши. Это вы напрасно. Разве я просил мне операцию делать? Хорошенькое дело. Ухватили животное. И сполосовали ножиком голову. А теперь гнушается. А я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно и мои родные. Я иск, может, имею право предъявить. Вы изволите быть недовольны, что вас превратили в человека? Может быть, вы предпочитаете снова бегать по помойкам? Мерзнуть в подворотнях? Да что вы все попрекаете? Помойка, помойка. Я, может, свой кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под ножиком, вы что на это выразите, товарищ? Филипп Филиппович, я вам не товарищ. А, уж конечно. Как же. Какие уж мы вам товарищи. Где уж. Мы понимаем-с. Мы в университетах не обучались. В квартирах по 15 комнат с ваннами. Не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право. Пальцами блок ловить, пальцами. Не понимаю, откуда вы их только берете? Да что ж, развожу я их, что ли? Видно, блоки меня любят. Документ Филипп Филиппович мне надо. Документ? Черт. А может быть, это как-нибудь... Это уж извиняюсь. Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать. Во-первых, домком. Но при чем тут домком? Как это при чем? Встречают, спрашивают. Когда же ты, говорят, многоуважаемый пропишешься? Ображаю, что вы им наговорили. Ведь я запрещал вам шляться по лестницам. Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что я каторжный? Как это так шляться? Ну и что же он говорит? Этот ваш прелестный домком. Вы его напрасно прелестным ругаете. Он интересы защищает. Чьи интересы, позвольте осведомиться? Известно чьи. Трудового элемента. Вы что же, тружени? Да уж известно. Не Непман. Ну что же ему нужно? В защите ваших революционных, революционных интересов. Известно что. Прописать меня. Они говорят, где ж это видано, чтоб человек проживал непрописанный в Москве. Это раз. А самое главное, учетная карточка. Я десертиром быть не желаю. Опять же, союз, биржа. Ну позвольте узнать. Так же я вас пропишу. Ваше нет ни имени, ни фамилии. Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете. И шабаш. И как же вам угодно именоваться. Полиграф, полиграф. Ну ладно, не валяйте, дурак. Я с вами серьезно разговариваю. Что ты не пойму? Мне по матушке нельзя. Плевать нельзя. От вас только и слышу. Дурак, дурак. Видно только профессорам разрешается ругаться. Брессифисери, а? Извините, мне ваше имя показалось странным. И вы только откопали такое. Домком посоветовал. По календарю искали. Какие тебе говорят? Я и выбрал. Зина, и смотровой календарь, пожалуйста. Ни в каком календаре ничего подобного быть не может. Довольно удивительно. Когда у вас смотровой висит? Пожалуйста. Ну и где? Да вот. Четвертого марта празднуется. Да, несчет. В печку его. Сейчас же. А фамилию позвольте узнать. Фамилию? Я согласен на следственное принятие. А имя? Шариков. Ну, хорошо. Предъявитель всего. Человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу, нуждается в документах. Черт. Я вообще против получения этих идиотских документов. Подпись профессора Преображенской. Довольно странно, профессор, как это вы документы называете идиотскими. Я не могу допустить пребывания в доме без документного жильца, да еще не взятого на воинский учет милиции. А вдруг война с империалистическими хищниками? Я воевать не пойду никуда. Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет надо взяться. Ну, че-то возьмусь. А воевать шиш с маслом. Я тяжко раненый при операции. Меня, видишь, как оттяпали. Вы анархисты индивидуалисты? У меня белый билет полагается. Ну, хорошо. Не важно пока. Я вам сюда ранее вставлю яичники обезьяны. Ага. Как? Неужели, профессор, обезьяны? Да. Я сколько раз приказывал, что бы котов не было? Где он? Да здесь он, наконец-то, в ванной. Иван Анатольевич, успокойте пациента, пожалуйста. Открыть сию минуту. Иди ее на месте! Здесь, здесь кот! Сию же минуту извольте выйти отсюда! Зачем вы заперли? Какого черта я не слышу? Закройте воду! Да закройте же воду! Закрой воду, дурак! Я не понимаю, что он сделал? Вот он! Вы с ума сошли? Почему вы не выходите? Защелкнулся я! Ну, откройте замок! Замков никогда не видели! Да не открывается окаянность! Там пупочка такая есть! Там пупочка есть! Нажмите ее внизу! Вниз надо! Вниз нажимайте, вниз! Ни пса не видно! Лампу зажгите! Он взвесит! Собака! Да, котяра, проклятый, лампу раскокол! А я стал упадеть за за ноги, хватать, кран вывернул, А я сейчас все равно еще не могу! Господи Иисусе, во мере нас грешно! Что вам надо? Собскова я! Пальница! Пришла собачка, говорящую посмотреть! Прошу вас! Она Собскова! Прошу, прошу! Дарья Петровна, я ж просил вас! Ну, Филипп Теребич, ну они целый день ходят! Филипп Филиппович, надо открывать! Пусть разойдется, а сочем из кухни! Открывай! Ай, господи! Я лишь отхнув, напор большой! Где он? Там, боится выходить! Бить будете, папаша! Фу! Идиот! Ай, господи! Оденьте галоши! Да все равно уже ноги мокрые! Ах ты, боже мой! До чего вредное животное? Это кого вы имеете в виду, позвольте вас спросить? Кота, я имею в виду, такая сволочь! Я не видел более наглого существа, чем вы! И когда вы кончите гоняться за котами? Дикарь! Какой я дикарь? Ничего я не дикарь! Его в квартире терпеть невозможно! Фарш лопал у Дарьи! Я его поучить хотел! Вас самого надо поучить! Вы хоть раз смотрели на свою физиономию в зеркало? Фарш лопал у Дарьи! Чуть глаза не бежал! Вот сука! Я извиняюсь, уж прямо совестно! Только за стекло в седьмой квартире! Гражданин Шариков камнями швырялся! Чтоб кота? Тот, чтоб хозяина! Кухарку ихнюю Шариков, значит, обнял! Тот гнать стал! Ну, поздорили! Сколько я должен? Полтора! Еще за такого мерзавца полтора целковых платить! Да он сам! Не смейте! Не волнуйтесь, Филипп Филиппович! Вы что, в кабаке что ли? Нет, 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 нет! Извольте заложить салфетку! Ну что, дядь Бог! Я не позволю вам есть, пока вы не заложите салфетку! Зина! Примите у Шарикова тарелку! Как это так? Примите! И вилкой, пожалуйста! Благодарю вас, доктор! А то уж мне надоело делать замечания! Я водочки выпью! А не будет вам? Вам жалко! Вы, Шариков, чепуху говорите! И возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно! Водки мне, конечно, не жаль! Тем более она не моя, а Филипп Филипповича! Но это вредно, это раз! А второй, вы и без водки ведете себя неприлично! И так надо наливать! Сначала предложить Филипп Филипповичу, затем мне, а уж в заключении себе! Вот все у вас как на параде! Салфетку туда, галстук сюда, да извините, да пожалуйста, мерси! А так, чтобы по-настоящему! Это не мучите сами себя, как при царском режиме! А как это по-настоящему, позвольте осведомиться! Желаю, чтобы все! И вам того же! Стаж! Ничего уж тут не поделаешь! Калим Чугункин! Вы полагаете, Филипп Филиппович? Нечего и полагать! И так все лестно! Я что, водочки выпью? Ну-с, что мы с вами предпринимем сегодня вечером? В ЦР пойдем, лучше всего! Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил! В театр я не пойду! Иганье за столом у других отбивает аппетит! А почему, собственно, вам не нравится театр? Да, дура коваляне! Разговаривают, разговаривают! Контрреволюция одна! Вы бы почитали что-нибудь, а то знаете ли... Уже так, читаю, читаю! Зина, убирай детководку! Так что же вы читаете? Робинзона Круза? Эту, как ее... Переписку Энгельса с этим... Как его дьявол! С Каутским! Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного? Да не согласен я! Что, с Энгельсом и с Каутским? С собой! Это замечательно! Клянусь Богом! Да! И что... Вы можете с своей стороны предложить? Да что тут предлагать! А то пишут, пишут! Конгресс, немцы какие-то! Голова пухнет! Взять все! Да и поделить! Я и думал! Именно это я и полагал! А вы и способ знаете! Да какой тот способ! Дело не хитрое! А то что ж... Один в семи комнатах расселился! Штанов у него сорок пар! А другой по помойкам шляется! Питание ищет! Насчет семи комнат этого, конечно, на меня намекаете! Ну что ж, хорошо! Я не против дележа! Доктор! Сколько мы вчера отказали? 39 человеком! Так! 390 рублей! С вас, Шариков, 130! Потрудитесь внести? Хорошенькое дело! Это за что такое? За краны заката! Филипп Филиппович! За безобразие, которое вы учинили! И благодаря которому сорвали прием! Человек как первобытный! Бегает по всему дому и срывает крады! Кто убил кошку, мадам Полосухер? Кто? Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице! Да она у меня по морде хлопнула! У меня и казенная морда! А то что вы ее за грудью щипнули! Вы стоите! Вы стоите на самой низкой ступени развития! Вы еще только формирующиеся, слабое в умственном отношении существо! Все ваши поступки зверины! И вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить! А сами в то же время наглотались зумного порошку третьего дня! Зарубите себе на носу, что вы должны молчать и слушать! Молчать и слушать, что вам говорят! Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества! Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой? У вас все негодяи! Ну что ж, ну швондер дал, чтоб я развивался! Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского! Зина! 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 Там приемный! Она приемный? Приемный! Зеленая, как у порос! Да, зеленая книжка! Ну, сейчас полить! Она ж казенная, с библиотеки! Переписка называется! Энгельса с этим чартом в печку ее! Я бы этого швондера повесил, честное слово, на первом суку! Сидит эта изумительная тряня в доме, как нарыв! Мало того, что он пишет бессмысленной пасквиле в газетах, да еще... Доктор, ради бога, съездить с ним в цирк! Что же я не понимаю, что ли? Кот, другое дело! Слоны... Животные полезны! Ну и очень хорошо! Поезжайте и посмотрите на них! Иван Авнович, покорнейша прошу, пиво шарикову не предлагать! И представляет собой металлопатию на основе учения индийских йогов, угнетаемых английским империализмом! Прошу вопросы, товарищи! Какое самое главное событие в моей жизни? Впереди! Самое главное событие в вашей жизни у вас впереди! Нахал! Парменталь! Парменталь! Нет уж, вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте! Ну и меня называй по имени и отчеству! Нет! По такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть! Если угодно, я и доктор Парменталь будем называть вас господин Шариков! Я не господин! Господа все в Париже! А, Швондерова работа! Хорошо! Я сегодня же помещаю в газетах объявлений и, поверьте, я найду вам комнату! Ну да! Такой дурак я! Что вы съехал отсюда? Как? Ну, знаете, вы не нахальничаете, месье Шариков! Вот! Член жилищного товарищества, и мне определенно полагается, жилплощадь у ответственного съемщика Преображенского в 16 квадратных аршин благоволитий! Нет, я этого Швондера, в конце концов, застрелю! Филипп Филиппович, Форзи, какая тут... К черту, осторожность! Имейте в виду, если вы еще раз позволите себе эту подобную наглую выходку, я лишь у вас обеда! И вообще питание в моем доме! 16 аршин! Это прелестно! Но ведь я не обязан вас кормить по этой... лягушечьей бумаге! Я без пропитания оставаться не могу! Где же я буду харчеваться? Так вот, и ведите себя прилично! Где-то еще разговариваем, и разжелят! Давай-давай, ребята! Что случилось? А-а-а! Иди, твою мать! Профессор! Иди сюда! Выпей с нами! Кто они такие? Они... Они хорошие. Они будут у меня ночевать. Иван Анатольевич, позвоните в 45-е отделение милиции. Будьте добры. Вон отсюда. Променталецам вам надо сдать 45-е отделение милиции. Он у тебя без прописки живет. Кто украл два червонца? Я не брал. А кто же? Кто кроме вас? Я не один в доме живу. Может, Зинка взяла? Не беспокойся, Зинушка. В банну его. Мама, помогите! Что там такое? Мама, помогите! Что ж ты делаешь, паразит? Пусть и везет... Пусть и везет! Пусть и везет! Пусть и везет... Пусть и везет! Ну я-то замужем была мне все равно, а Зина невинная девушка... Хорошо, что я проснулась! Дарья Петровна, извините, пожалуйста. Дарья, дело молодое. Я, Филипп Филиппович, на должность поступил. Бумагу дайте. Предъявитель всего товарища Шариков, полиграф Полиграфович, действительно стоит заведующим под отделом очистки города Москвы от бродячих животных, котов и прочих. В отделе МКХ. Кто же вас устроил? А впрочем, я догадываюсь. Ну да. Швандер? Швандер, позвольте вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет? Ну что ж, пахнет? Известно, под специальности. Вчера котов душили-душили. 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 Послушайте. Что же вы делаете с этими убитыми котами? На польты пойдут. Из них белок делать будут. На рабочий кредит. Заходи. Ну, смелее. Ну, чего ты стоишь? Заходи, смелее. Раздевайся. Позвольте узнать. Я с ней расписываюсь. Это наша машинистка. Жить со мной будет. Барменталя надо выселить из приемной. У него своя квартира есть. Прошу вас на минуточку ко мне в кабинет. И я пойду. Извините. Профессор побеседует с дамой, а мы уж с вами побудем здесь. Я не хочу. Нет, простите. Он говорил, что ранен в боях. Лжет. Мне вас искренне жаль. Но нельзя же так. С первым встречным. Только из-за служебного положения. Детка, это же безобразие. Столовки солонины каждый день. Угрожала, говорил, что красный командир. Говорил, будешь жить со мной в роскошной квартире. Каждый день ананас. Психка у меня говорит, добрый. Я только готов ненавижу. Кольцо все на память. Я отравлюсь. Надо перетерпеть. Вы еще так молоды. Шариков! Отчего это у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме? Я на колчаковских фронтах ранен. Перестаньте. Погодите. Колечко. Позвольте. Ну ладно. Попомни, что у меня. Я тебе завтра устрою сокращение штатов. Не бойтесь его. Я ему не позволю ничего сделать. Как ее фамилия? Фамилия! Васнецова. Ежедневно сам лично буду справляться в очистке. Не сократили ли гражданку Васнецову? Если только узнаю, что сократили, я вас собственными руками пристрелю. У самих револьвера найдутся. Берегитесь! Как ты знаешь, полиграфочка, где они прячутся? Я их сердцем чую. Кто там? Уголовная милиция, следователь. Благоволите открыть. Где комната, профессор? Что вам угодно, господа? У нас есть ордер на обыск и арест. В зависимости от результатов. А по какому обвинению, позвольте вас спросить, и кого? По обвинению профессора Преображенского, Барментали, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего под отделом очистки МКХ полиграфа Полиграфовича Шарикова. Ничего не понимаю. Какого Шарикова? Моего пса, которого я оперировал? Не пса. А когда он уже был человеком. Вот в чем дело. А, то есть он говорил. Ну, это еще не значит быть человеком. Впрочем, это не важно. Шарик и сейчас существует. Его решить никто не убивал. Тогда вам придется его предъявить. Десятый день как пропал, а данные, извините, очень нехорошие. Доктор Барменталь, благоволите предъявить Шарика следовать. Ну, позвольте, как же он служил в очистке? Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию. Если я не шмыс. Это он? Он самый. Только сволочь опять оброс. Он же говорил. Он и сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше. Так что пользуйтесь случаем. Наука еще не знает способов обращать зверей в людей. Вот видите, я попробовал, он заговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм. Атавизм. А-а-а. Неприличными словами не врать! Багерент. Вы видели? Он натравил собаку. А Швондера я собственноручно спущу с лестницы, если он еще раз появится в квартире профессора Преображенского. Прошу эти слова занести в протоколку. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моем происхождении не чисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка. Царство и небесное старушки. Правда, голову все исполосовали зачем-то. Но это до свадьбы заживет. Нам на это нечего смотреть.